В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Почти 4000 жителей округа приняли участие в крещенских купаниях. Давай, раз, два, три. Как цивилизованно и экологично утилизировать новогоднюю елку? Елка должна получить вторую жизнь. Ее должны утилизировать. Праздничный концерт на ютуб-канале Видновской ДШИ собрал многочисленных зрителей. И в ночь у меня, тенящие снежный льдарь. В ночь с 18 на 19 января, несмотря на настоящие крещенские морозы, около 4000 верующих нашего муниципалитета приняли участие в праздничных мероприятиях. Из них 2500 совершили омовение в специально оборудованных купелях и иорданях. Об этом в своем инстаграме сообщил глава Ленинского округа Алексей Спасский. Наша съемочная группа стала свидетелем масштабного события. Церковь святых новомучеников и исповедников российских в Бутве – один из самых больших храмов Ленинского городского округа. Здесь еще не убраны новогодние рождественские украшения. Традиционно от Большого Словецкого креста верующие во главе с настоятелем храма, протеереем Кириллом Каледой, отправляются к месту, где находится иордань, в которой и будет проходить крещенское омовение. Идти от храма недалеко, чуть более 300 метров. И вот священник с сопровождающими ступает на лед реки Гвоздянки. Здесь в процессе уже встречает несколько десятков человек, настроенных в эту холодную ночь, а температура воздуха около 25 градусов ниже нуля, искупаться в ледяной воде. Впрочем, ее температура примерно плюс 4 градуса. Первый раз. Хотелось бы, чтобы это стало в дальнейшем традицией для каждого человека, который проживает в России, да и не только в России, чтобы это стала традицией, на самом деле, незабываемой эмоцией. Главная традиция праздника – крещение Господня, освящение воды. Перед тем, как начнется омовение, к ордане приближается священник. Глубина проруби здесь примерно полтора метра. Для удобства и безопасности оборудованы мостки и лестница для спуска в воду. Погрузиться в купель можно сразу с трех сторон. Давай, давай. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. В трех. Давай. Раз, два, три. Для удобства пришедших здесь также оборудованы палатки для переодевания. После купания можно выпить горячего чая. В течение нескольких минут к ордане выстроилась приличная очередь. Как впечатление вообще? Первый раз? Отлично. Нет. Каждый год. А сильно холодно? Нет. Так. Как в бане. Слегка иголочками покалывает по телу. А так вот все. Нормально. Отношение священнослужителей к этому мероприятию неоднозначное. Но настоятель храма святых новомучеников и исповедников российских Кирилл Коляда считает, что традиция вот так всем вместе отмечать праздник крещения Господня должна существовать. У нас в храме это проводится уже много лет. Удивительная такая атмосфера, ну единство, соборность, я бы сказал. Причем действительно люди приходят самые разные. Приходят люди и глубоко воцерковленные, и приходят люди, которые совершенно далеки, я бы сказал, от церкви. И они как бы вливаются. И вот это вот единство, мне кажется, это очень важно. Поработали организаторы и над оформлением Ордани. Ледяные статуи, подсветка воды и всей площади льда, свечи по краям проруби. Все это создает торжественное и праздничное настроение. Очень красиво, да. Раньше я не ездил, когда был поменьше. Сейчас, да, последние годы я всегда езжу. Ощущение, как всегда, праздничное настроение, все отлично. Всего на территории Ленинского городского округа было определено 8 мест для купания. А приняло в нем участие более 2,5 тысяч человек. В деревне Калиновка рядом с Предтеченской церковью праздник был не столь масштабным, но все его обязательные элементы – украшения и оборудование Ордани, горячий чай, палатки для переодевания и многое другое – присутствовали и здесь. В Крещенскую ночь безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции, МЧС, казаки, волонтеры, сотрудники администрации, медики – всего более 130 человек. По информации пресс-службы муниципалитета, купания прошли без инцидентов. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Третий год подряд в Московской области проходит акция «Подари вторую жизнь своей елке». В этот раз она стартовала 15 января. Все те, кто в Новый год захотел порадовать себя живым растением, может цивилизованно его утилизировать. Где в Ленинском округе расположились специализированные площадки, расскажет Юлия Пагасьян. Житель молодого микрорайона Куперенко Александр Ульянов – один из тех, кто Новый год встречал с живой елью. Установить ее решил ради детей, чтобы аромат новогоднего дерева создавал праздничное настроение. К утилизации елки Александр подошел ответственно. Первым делом ознакомился со списком организованных площадок по сбору хвойных. Елки не должны после праздников валяться, где попало. Елка должна получить вторую жизнь, ее должны утилизировать. Я считаю, это правильный мероприятие. Акция «Подари вторую жизнь своей елке» в Московской области проходит уже в третий раз. В этом году стартовала 15 января. Отличительная особенность каждой площадки – большой контейнер и ярко-красный плакат «Зима в Подмосковье». Таких пунктов в Ленинском городском округе шесть. Три в городе Видное, один в Развилке и два в совхозе имени Ленина. По завершению акции ели отправят на повторную переработку для использования при посадке новых деревьев. Это наша экология. Дело в том, что эти елки пойдут на переработку для сохранности других деревьев, для подпитки почвы. Я знаю, что каких-то животных даже кормят этими переработанными. Ну вот, в общем, дарим вторую жизнь этим елкам. В предыдущие годы акции в Московской области было собрано более 10,5 тысяч елок. Так, планируется, что в этом году цифра увеличится в разы. Акция идет только четвертый день. Контейнер уже полный. Мы уже заказываем второй контейнер. Поэтому жителям большое спасибо, что они так ответственно подошли к этому вопросу. Акция «Подари вторую жизнь своей елке» продлится до 15 февраля. Ознакомиться с адресами пунктов сбора деревьев можно в социальных сетях пресс-службы администрации Ленинского городского округа. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Коронавирус потихоньку сдают свои позиции. В Ленинском округе отмечается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба ВРКБ. За прошедшую неделю в муниципалитете был зарегистрирован 241 новый случай заражения этой инфекцией. Но расслабляться пока рано. У медиков по-прежнему много работы. Врачи Видновской районной клинической больницы продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов со всего Подмосковья. На прошлой неделе в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступил 321 человек. Из них 69 – жители Ленинского городского округа. Сейчас в стационаре проходит лечение 506 пациентов. Среди них 73-летняя Прасковья Тимофеевна Попова, которую врачи буквально поставили на ноги. Болезнь началась со слабости и общего недомогания, которым она сначала не придала особого значения. Потом температура поднялась 38, и стало мне совсем плохо. Меня доставили сюда на прокат, на КТ, и КТ показал большой процент. Прасковья Тимофеевна поступила в стационар ВРКБ 1 декабря в очень тяжелом состоянии. Поражение легких около 80%. Осложнилось заболевание двусторонним гидротораксом и отеками нижних конечностей на фоне сердечной недостаточности. Сразу после госпитализации Прасковью Тимофеевну положили под кислород в позицию на животе. Пациентка более трех недель находилась на кислородной поддержке, не могла самостоятельно передвигаться, сидеть. На данный момент в состоянии с положительной динамикой пациентка настроена позитивно и идет на поправку. Ходить ей все еще тяжело, но Прасковья Тимофеевна делает специальные упражнения, выполняет все рекомендации врачей и старается не унывать. Благо весь медперсонал и соседки по палате поддерживают. А сейчас вот я немножко поднимаюсь, немножко хожу, кушаю хорошо. И вот это все благодаря врачам. Анне Юрьевне огромное-огромное спасибо. Анне Владимировне и всему медперсоналу. Ну а медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. И это лучшая помощь тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Екатерина Борисова, Елена Кошлева. Видно-ТВ. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому городскому округу ликвидировали нарколабораторию. Лаборатория по производству мефедрона размещалась в арендованном домовладении на территории дачного некоммерческого товарищества. Оперативники изъяли оборудование, а также емкость с порошкообразным веществом. Кроме того, на улице обнаружен пластиковый контейнер, в котором находились два свертка с порошком. Исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством, мефедроном, общей массой более 750 граммов. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан уроженец города Омска. Вину признаем. Ворой неосудимый? Да. По какой статье? По статье 242-я, 6-я. Следственным управлением УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вокальный коллектив «Эврика» снова на сцене. После долгого перерыва, связанного с пандемией, у юных артистов появилась прекрасная возможность выступить перед широкой публикой. Видно, в Скадетской школе искусств был организован новогодний концерт, который транслировался в прямом эфире на YouTube-канале «Учреждения». В большом праздничном онлайн-концерте вокального коллектива «Эврика» приняли участие 40 юных артистов в возрасте от 4 до 17 лет. После долгой паузы ребята пели на сцене. С марта прошлого года в связи с пандемией все живые выступления и конкурсы были отменены. Конечно, перерыв очень сказывается, появляется сценическое волнение, всегда страшно пробовать это заново. Но наши дети справились, несмотря на то, что на них была большая ответственность. Мало того, что концерт полностью вживую, в прямом эфире, то есть уже ничего нельзя исправить, где-то что-то переснять, смонтировать. Я была уверена, что все пройдет хорошо. Было волнение, как обычно, оно всегда бывает, без этого никак. Но, в принципе, я считаю, что все прошло вообще отлично. Концерт транслировался в прямом эфире Видновской детской школе искусств. Такое мероприятие проходило впервые. Все люди, которые нас смотрели, они были непосредственными участниками нашего концерта. Они могли передать привет, какие-то поздравительные пожелания. И в процессе концерта наш ведущий их зачитывал. Если честно, это был такой первый опыт, но он был очень интересный. Концерт длился около двух часов. Юными вокалистами было исполнено 24 песни. Концерт у нас уже набрал более трех тысяч просмотров. И регулярно у нас просмотры растут, людям нравится. Получили огромное количество отзывов положительных. И у нас был такой интернациональный концерт, у нас посмотрело его 17 стран. Участница вокального коллектива «Эврика» Арина Кузьмина признается, что всегда очень переживает перед выступлениями. Когда ты выступаешь, все спешат, и я очень волнуюсь, что я что-то делаю не так, и все, и концерт пропадет. Мы уже отдавали один концерт, и там мы слова перепутали, но ничего, было страшно. Немного волновалась и пятилетняя Анна Малинова. Несмотря на свой юный возраст, Аня уже многократный победитель различных международных конкурсов. Предпочитает исполнять веселые песни. Одна из любимых про медуз. Такая песня, где мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прожарник карапуз. Это семья медуз, где они живут в глубине моря. Без зрителей, но все же на сцене. Сейчас все конкурсы и прослушивания проходят в режиме онлайн. Многие учащиеся школы искусств уже привыкли к такому формату выступлений. Я записываю в Инстаграм каверы на разные популярные песни, играю на пианино и пою. У меня видео набирают по 500, по 1000 просмотров. Меня даже замечают сами авторы песен и лайкают меня. Стоит отметить, что конец прошлого года для вокального коллектива выдался очень насыщенным и плодотворным. Воспитанники «Эврики» приняли участие в одних из самых сильных конкурсов страны. Это международный конкурс композитора Александра Ермолова «Мы вместе». Международный конкурс премия композитора Анны Петряшевой «Свободная птица». И всероссийский конкурс эстрадной песни «Маленькие звезды». И вот все наши дипломы, которые мы получили, всего у нас 18 дипломов. 17 – это лауреаты. И один диплом дипломанта первой степени. Сейчас у юных артистов идет активная подготовка к традиционному капустнику, который состоится в конце января. Дети сами пишут сценарий и готовят номера. Также в планах коллектива весной организовать еще один онлайн-концерт. А всем желающим заниматься вокалом, напоминаем, что уже в мае в ДШИ начинаются вступительные экзамены. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.